Приветствуем вас на канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забудьте поддержать наш канал своими лайками и подпиской. Совсем недавно у нас вышло видео о ранних браках в Османской империи. В этом видео мы говорили не только о событиях того периода, но и затронули тему современности и то, насколько острой остается эта проблема и в наше время. Это видео вызвало массу критики со стороны подписчиков. Многие так рьяно нам доказывали, что такого не могло быть, религия запрещает, у вас неверная информация, султаны так не поступали и прочее. Но как ни странно, никто не прокомментировал факт этой проблемы в современности, что меня очень удивило. Ну что ж, давайте вернемся к этой теме, но посмотрим на нее с другой стороны. Давайте воспользуемся открытыми источниками и посмотрим, что пишут историки о дочерях Кюсэм Султан и Ахмеда Первого, как сложилась их судьба и что о них записано в истории. Приведу только факты, а выводы делайте сами. Ранее о самой Кюсэм Султан и ее правлении в период женского султаната мы уже рассказывали в нашем видео. Поэтому сегодня хочу лишь напомнить, что по разным данным Кюсэм родила Ахмеду Первому 6 или 8 шахзаде и столько же дочерей. Во всех источниках сведения разные и не обо всех детях сохранилась информация. Поэтому поговорим сегодня с вами о тех дочерях Ахмеда Первого и Кюсэм, о которых информация сохранилась. А начать я предлагаю вам с дочери Ахмеда Первого, тезки его супруги. Итак, в 1606 году у Ахмеда Первого родилась дочь Кюсэм Султан. Точное имя матери девочки неизвестно, но часть историков утверждает, что ее матерью была Кюсэм Султан. Кстати, я больше нигде не встречала, чтобы султанш называли именем Кюсэм. То есть эта малышка стала единственным членом династии османов, получившим это имя в честь фаворитки султана Ахмеда Первого. Жизнь этой девочки была очень короткой, но благодаря своим родителям она успела побывать замужем. В 1612 году в возрасте 6 лет девочку выдали замуж за носуха Пашу. Напомню вам, что Ахмед Первый правил недолго. Он умер только в 1617 году, а это значит, что брак был заключен не только по желанию Кюсэм Султан, но и с одобрения самого Ахмеда Первого, поскольку иначе быть просто не могло. Но продлился этот брак недолго. Ровно через месяц девочка умерла. Насух Паша недолго пробыл вдовцом. Уже в том же 1612 году еще одна дочь Кюсэм Султан, Айше, стала его супругой. На момент брака ей было 6 или 7 лет. Айше родилась ориентировочно в 1605 году. Точной даты ее рождения нет. Через два года этого брака по обвинениям во взяточничестве была получена фетва на казнь Насуха Паши. Но отправляться в мир иной Паша не собирался и заперся у себя во дворце вместе с юной супругой. Когда все же солдаты прорвались и попали вовнутрь дворца, Насуха Пашу казнили на глазах 9-летней Айше. В 1615 году состоялась помолвка Айше с Мехмедом Пашой. На тот момент он был бейлербием Будды, что предполагало его постоянное присутствие там. Поэтому Айше осталось проживать с родителями, а сам брак так в итоге заключен и не был. В 1626 году уже во время правления Мурада IV Айше выдали замуж за Ахмеда Пашу. Изначально Кюсэм хотела выдать за него другую свою дочь, но Ахмед Паша предпочел Айше. В 1626 году у пары родился первенец – султан Заде Мустафа. К сожалению, через два года ребенок умер. В 1632 году началось восстание против Мурада IV, подавлять которое был отправлен Ахмед Паша. Во время этого восстания он и был убит. Так, в начале 1632 года Айше снова стала вдовой. Но Кюсэм султан не позволила Айше долго оставаться вдовой и в этом же году уговорила дочь выйти замуж за Муртаза Пашу. Учитывая, что место службы Паши было далеко от Стамбула в Диарбакыре, да и не особо-то он нравился Айше, в качестве награды за свое согласие на брак Айше попросила у матери приличное приданное, которое и получила. Но уже через три года после брака Айше, не выдержав поведение Паши, сбежала в Стамбул. А через год после ее побега Паша погиб во время похода и Айше снова овдовела. Через три года, в 1639 году, Айше выдали замуж за наместника Алеппо и Дамаска. Брак продлился недолго, около трех лет, поскольку Пашу казнили за взяточничество. В 1645 году Айше вновь вышла замуж, на этот раз за войну к Ахмеда Пашу, и этот брак продлился недолго. Через четыре года Паша погиб во время похода. После смерти матери Айше отдалили от дворца, но вскоре она нашла взаимопонимание с Турхан-Султан. Через три года после смерти Кюсэм-Султан, в 1654 году, Айше еще раз вышла замуж за великого визиря Мустафу Пашу. Через год Пашу казнили, и Айше снова стала вдовой. Умерла Айше в 1656 году, в возрасте 51 года. За свою жизнь она побывала замужем шесть раз. За все это время родила только одного ребенка, который умер в младенчестве. Следующей дочерью Кюсэма Ахмеда I была Фатьма Султан. Годом ее рождения считают 1605 или 1606 годы. Как вы понимаете, вся семейная жизнь Фатьмы, так же, как и сестер, состояла не из ее личных желаний и предпочтений, а из политических предпочтений ее матери. Итак, в 1624 году состоялся ее первый брак с Хасаном Пашой. Вскоре Фатьма Султан развелась. В 1626 году она снова была выдана замуж, на этот раз за кора Мустафу Пашу. Брак был недолгим, Пашу через два года казнили. В 1631 году новый брак, который продлился пять лет, и в 1636 году супруг Фатьмы Султан был казнен. До 1660 года она больше не выходила замуж и предпочитала уединенную жизнь. В 1660 или 1662 году Фатьма стала супругой Ахмеда Паши. Он ранее был женат на племяннице Фатьмы Султан и овдовел в 1659 году. Ахмеду Паше было уже далеко за 70 на момент брака. И оба супруга были, мягко говоря, не в восторге от этого брака. Фатьма Султан потребовала от супруга приличную сумму на свое содержание и содержание ее двора, на что получила отказ. Да вот только в таком случае она имела право развестись, о чем и сообщила супругу. При разводе он обязан был выплатить ей сумму приданного, а это был годовой налог Египта. В ситуацию между супругами пришлось смешаться великому визирю. Вопрос был урегулирован, но сам брак был недолгим. В 1662 году Ахмед Паша умер. Все имущество Паши по закону изымалось в пользу государства. Но Фатьма Султан вступил в конфронтацию с великим визирем, вернула себе всю собственность супруга. В 1663 году Фатьма Султан снова вышла замуж. Этот брак продлился три года. После смерти супруга в следующем году она вышла замуж за Юсуфа Пашу, а через три года, в 1670 году, Фатьма Султан умерла. За свою жизнь она была замужем шесть раз, и ни в одном браке у нее не было детей. Друзья, прежде чем я продолжу наш рассказ, хотела обратить ваше внимание, что в последнее время все чаще мы сталкиваемся с тем, что наши видео о нарушении наших авторских прав размещаются на различных платформах. Хочу сказать, что у нас нет канала на Рутуб, и видео там мы не размещаем. Следующей дочерью Кесем и Ахмеда Первого была Евхирхан Султан. Она была младше тех дочерей Кесем и Ахмеда Первого, о которых мы уже рассказали. Но судьба у нее очень похожа на судьбу сестер. Итак, родилась Евхирхан в 1608 году. Уже в возрасте четырех лет, в 1612 году она стала супругой Мехмеда Паши. Как вы понимаете, возраст Паши был солидным. И уже в 1620 году Евхирхан стала вдовой в возрасте 12 лет. Через три года Евхирхан по просьбе матери согласилась на брак с Реджепом Пашой. Брак был заключен в 1623 году. Через семь лет Евхирхан родила дочь Софие. А в 1632 году Паша был казнен. Через 11 лет своего статуса вдовы Евхирхан Султан по просьбе матери согласилась на брак с Сиявуш Пашой. Их брак состоялся в 1643 году. Детей в этом браке не было. В 1656 году Сиявуш Паша умер. Евхирхан же замуж больше не выходила и умерла в 1660 году. Она прожила 52 года, была замужем трижды и родила одну дочь. В 1609 году у Ахмеда I родилась еще одна дочь – Ханзаде Султан. Ее матерью считают как Кёсэм, так и Махфирус Султан. Количество браков в Ханзаде было меньше, чем у сестер. Впервые она вышла замуж в 1623 году. Ее супругом стал Байрама Паша. Через пять лет после брака Паша становится великим визирем. Ханзаде Султан прожила с супругом до его смерти в 1638 году. В 1643 году она снова вышла замуж. Супругом стал Мустафа Паша. В 1650 году Ханзаде умерла, оставив Мустафу Пашу вдовцом. Детей у Ханзаде Султан не было. В 1614 году родилась следующая дочь Ахмеда I и Кёсэм – Атике Султан. Первый брак Атике состоялся, когда ей было 14 лет. Супругом стал Джафер Паша. Через пять лет Паша умер, а Атике выдали замуж за Кенана Пашу. Именно в это время во дворец Топкапы попала Турхан, которая была отправлена Кёсэм Султан во дворец Катике и Кенану Паше для воспитания и образования. Брак Атике и Кенана Паши продлился 19 лет до смерти Паши в 1652 году. После смерти супруга Атике в том же году вышла замуж за Юсуфа Пашу. Они прожили вместе до смерти Паши в 1670 году. Больше Атике замуж не выходила. В 1674 году Атике умерла. Все ее дети, рожденные в трех браках, не пережили младенчество. В 1616 году Кёсэм Султан родила Ахмеду Первому еще одну дочь – Джемре Султан. Но в 1620 году во время игры с тогда еще Шехзаде Ибрагимом Джемре упала и сильно ударилась головой, что и стало причиной смерти. Вот так сложилась судьба дочерей Ахмеда Первого и Кёсэм Султан. Назвать их жизни счастливыми как-то и язык не поворачивается. Хотя у каждого, конечно же, свое понятие счастья. Нам с высоты современного мира невозможно понять то, что в те времена было нормой. Ну а для критиков, которые пишут в комментариях, что ранние браки были невозможными и что без согласия невесты брак считался недействительным, посмотрите, что говорят исторические факты о дочерях Кёсэм Султан. Спасибо всем, что оставались с нами.